Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Жуксабаева Ежена Арланова, являюсь преподавателем кафедры международных отношений и истории социальной работы. Сегодня мы с вами пройдем курс видео лекции по внешней политике Республики Казахстан и современные международные отношения. Данный курс назначен на изучение внешних политики Республики Казахстан, на ее взаимоотношения с другими государствами, а также укрепление дипломатических соглашений и переговоров. Также курс направлен на изучение различных организаций, куда входит наша Республика. Приятного просмотра! Организация Объединенных Наций Международная Организация создана в 1945 году с целью поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. ООН является важнейшей площадкой для согласования позиций по ключевому вопросу международного взаимодействия. ООН инициировала заключение международных соглашений по целому ряду направлений, включая противодействие коррупции. В организацию входят на сегодняшний день 193 страны. Руководством организации осуществляется Генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей ООН, из представителей стран ООН на 5 лет с возможностью перезбирания. 24 октября 1945 года 51 страна объединили в целях сохранения мира и обеспечения коллективной безопасности, развития международного сотрудничества. Согласно уставу ООН, в своей деятельности ООН преследует четыре цели. Первое – поддержать международный мир и безопасность. Второе – развивать дружественные отношения между нациями. Третье – вставлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем и поощрении уважения к правам человека. Быть центром для согласования действий нации в достижении этих целей. ООН охватывает практически все стороны деятельности мирового сообщества. Ее роль особенно актуальна в разрешении современных кризисовых требующих объединений, усилий и всех государств. Поддержание международного мира и безопасности, борьбе за разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организацией, организованной преступностью. С первого дня независимости Казахстан принимает самое активное участие в работе ООН и ее специализированных учреждениях. Это сотрудничество является одним из приоритетных направлений внешней политики нашего государства. Главными задачами в этой деятельности являются проведение работы по обеспечению стратегических интересов Республики Казахстан на международной арене, в области глобальной и региональной безопасности, становление справедливости мирового порядка, в политике, экономике, создание рамок для устойчивого развития, гармонизации отношений между членами мирового сообщества. 2 марта 1972 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Республика Казахстан была единогласно принята в члены ООН. Вместе с Казахстаном в члены ООН были приняты Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. После принятия решения руководителя протокольного отдела ООН проводил делегацию в Республику Казахстан в зал заседания Генеральной Ассамблеи. Организация стала своеобразным центром решения всех острых проблем, с которыми сталкивается международное сообщество. На данном этапе ООН проводит работу по содействию соблюдения прав человека, охране окружающей среды, борьбе с болезнями, сокращение масштабов нищеты, оказывает помощь беженцам, осуществляет программы и играет ведущую роль в борьбе со СПИДом. Наша республика вступила в ООН в то время, когда неизмеримо возросла роль организации как особого механизма гармонизации наций и действия членов мирового сообщества, демонстрирующая решительные настроения на укрепление стабилизирующей роли организации, совершенствуя ее миротворческой деятельности, подчеркнуто Арстенбековым, постоянный председатель РК в ООН. Первым форумом, в котором казахстанская делегация приняла участие в качестве полноправного члена ООН, стала 47-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, проходившая осенью 1992 года. На этой сессии с развернутой речью международной политики Казахстана выступил первый президент Казахстана Нусултан Назарбаев. За прошедшие годы с 1992 года Казахстан сумел не только успешно интегрироваться международным сообществом государств, но и занять в нем заметное место. Казахстан в силу сложенных исторических и политических событий занимает особое место в географическом плане. Казахстану предназначено быть своеобразным мостом между Европой и Азией. Объединяя 57 государств участников из Европы, Азии и Северной Америки, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. ОБСЕ является всеохватным форумом для диалога по вопросам безопасности и платформой для совместной деятельности по улучшению жизни людей и их сообществ на пространстве ОБСЕ. ОБСЕ придерживается всеобъемлющего подхода к безопасности и ведет работу во многих соответствующих областях, начиная от вопросов жесткой безопасности, таких как предотвращение и разрешение конфликтов и контроль над вооружениями, до оказания содействия экономическому развитию, обеспечения устойчивого использования природных ресурсов, а также полного соблюдения прав человека и основных свобод. Отправной точкой в истории ОБСЕ является учреждение «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе», которое привело к подписанию Хельсинского заключительного акта. В нем были разработаны 10 основополагающих принципов, которым государством надлежит следовать в своих взаимоотношениях, уделяя особое внимание сотрудничеству и мирному регулированию конфликтов. Сегодня ОБСЕ является межправительственной организацией, в которой все 57 государств-участников обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса и являются политически обязательными. Ежегодно одно из государств-участников председательствует в организации под руководством министра иностранных дел этой страны в качестве действующего председателя. Совет министров созывается раз в год с целью рассмотрения деятельности ОБСЕ и принимает решения по общему руководству, в то время как в Вене послы собираются на встречу каждую неделю в рамках постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности. ОБСЕ включает в себя несколько структур, каждая из которых действует в рамках своей компетенции и мандаты. Генеральный секретарь ОБСЕ выступает в качестве представителя действующего председателя и поддерживает его или ее во всех видах деятельности, направленных на достижение целей ОБСЕ. Генеральный секретарь также является главным административным сотрудником организации и возглавляет секретариат, расположенный в Вене, который непосредственно поддерживает деятельность председательства. В качестве инструмента для предотвращения конфликтов Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, базирующийся в Гааге, использует методы тихой дипломатии для урегулирования на ранней стадии этнических трений, способных поставить под угрозу мир, безопасность и стабильность. Представитель по вопросам свободы СМИ, бюро которого базируется в Вене, обеспечивает раннее предупреждение о случаях нарушения свободы выражения мнений и свободы СМИ и содействует полному соблюдению принятых в ОБСЕ обязательств в области свободы СМИ. Бюро по демократическим институтам и правам человека в Варшаве обеспечивает соблюдение прав человека, защиту основных прав и свобод и верховенства закона, а также укрепляет демократические институты и продвигает тему толерантности и недискриминации и служит контактным пунктом по вопросам РАМА и СНТ. Спустя почти 20 лет после обретения независимости произошло важное историческое событие для Казахстана. В 2010 году наша страна заняла пост председательства ОБСЕ и провела саммит организации в Астане. В свою очередь принятая Астанинская декларация стала крупнейшим достижением отечественной дипломатии, которая во многом базируется на высоком международном авторитете первого президента Казахстана. Главы государств и правительств подтвердили свою приверженность идеи общего, неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности. Таким образом, Республика Казахстан – первое государство среди стран СНГ, Азии, мусульманского и тюркского мира, за свою историю одной из самых авторитетных организаций на евразийском пространстве становится председательством ОБСЕ. Что такое Организация договора о коллективной безопасности или ОДКБ? Какую пользу она приносит участникам? Часто ОДКБ воспринимают как аналог НАТО, то есть большой альянс, объединяющий все военные силы стран-участниц. А на сегодняшний день это Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Но ОДКБ – это не военный блок, а региональное объединение, которое занимается решением вопросов безопасности, борьбой с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, киберпреступлениями и ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий. У ОДКБ есть свои собственные войска. Это коллективные силы быстрого развертывания в Центрально-Азиатском регионе численностью в 5000 человек, коллективные силы быстрого реагирования численностью в 20 тысяч человек, а также миротворческие силы численностью 3500 человек. Как вы видите, военный потенциал ОДКБ несопоставим с НАТО, которое объединяет 1,7 миллионов человек из 30 стран мира. Но нужно понимать, что ОДКБ создано для решения узких региональных задач, а не для внешней экспансии. Помимо решения задач безопасности, члены ОДКБ имеют возможность закупать друг у друга военную технику по льготным ценам, экономить на ее обслуживании, бесплатно или с большой скидкой обучать своих специалистов в военных учебных заведениях друг друга. В 2011 году было подписано соглашение, позволяющее использовать силы ОДКБ для защиты конституционного строя государств-членов по просьбе их властей. В целом, Республика Казахстан последовательно вступает на создание условий, позволяющих противодействовать новым вызовам и угрозам на основе международного права и решать задачи раннего предупреждения и предотвращения возникающих угроз. Комплекс проводимых мероприятий и созданных механизмов в рамках ОДКБ позволяет вносить значительный вклад в обеспечение национальной безопасности нашей Республики и региона в целом. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Европейским Союзом установлены 2 февраля 1993 года. Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером ЕС в Центральной Азии. Доля стран Евросоюза в товарообороте составляет в среднем 34-35% от общего объема внешней торговли Республики Казахстан. По показателю прямых иностранных инвестиций, на душу населения Казахстан один из мировых лидеров. За период независимости Республики, к примеру, только из стран ЕС было привлечено более 180 миллиардов евро. Благодаря этому в стране удалось реализовать свыше 350 проектов. Они направлены на поддержку реформы судебной системы, укрепление потенциала региональных и местных органов власти и госсектора с целью внедрения социально-экономических реформ в стране. Специалисты подчеркивают, что сегодня Европейский Союз является одним из ключевых экономических и стратегических партнеров Казахстана. Казахстан прошел длинный путь в очень короткое время. За даже не три десятилетия огромный прогресс достигнут. И ваши достижения в социальном, в экономическом плане действительно глубоко впечатляют. Это очень оценивается не только Европейским Союзом, но вообще международным сообществом. 18 февраля 2005 года Европейский Союз был впервые поставлен в один ряд со стратегическими партнерами Казахстана, России, Соединенными Штатами Америки и Китая. Таким образом, было подчеркнуто, что Казахстан намерен уделять взаимоотношения с ЕС, приоритетное внимание, и на этом будет останавливаться дальнейшая внешняя политическая деятельность Казахстана на европейском направлении. Сотружество независимых государств. Региональная межгосударственная организация призвана регулировать отношения сотружества между некоторыми государствами, входивших ранее в состав Союза Советских Социалистических Республик. 8 декабря 1991 года главы РСФСР Белоруссии и Украины подписали в Беловежской пуще соглашение о создании СНГ. 21 декабря 1991 года подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ. В содружество вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 22 января 1993 года принят устав СНГ. Декабрь 1993 года Грузия присоединилась к СНГ. В августе 2005 года Туркменистан вышел из СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. 14 августа 2008 года парламент Грузии принял решение о выходе страны из СНГ. По 1993 в состав СНГ войдет Грузия, а в марте 1994 Генассамблея ООН предаст статус наблюдателя для содружества. Спустя пять лет после создания СНГ будет создана символика, эмблема и флаг. А вот начало 2000-х для содружества будет уже менее позитивным. Украина начнет делать первые заявления о выходе из состава дружественных государств. В 2005-м Туркменистан решает выйти из содружества. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в составе СНГ была Грузия. Официальный Тбилиси огласил выход из СНГ в 2009 году. Несмотря на критику содружества независимых государств и разговоры о том, что оно себя изжило, политологи уверены, что у организации будущее еще есть. Многие его участники создали такие организации, как ОДКБ, ШОС и АЭС. Активное значение во внешней политике Казахстана придается сотрудничеству в рамках содружества независимых государств и развитию интеграционных связей с его участием. С момента подписания декларации о создании СНГ, Казахстан активно выступает за укрепление СНГ. Всестороннее развитие связи в рамках этого объединения, поддержание ее интенсификацию, сохранившейся между государствами, участниками торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В остове казахстанского подхода к всестороннему сотрудничеству в рамках СНГ лежит концепция разноскоростной интеграции, исходящая из возможности формирования узкой группы стран, связанных узами более тесной кооперации. При этом Казахстан неизменно выступает за то, чтобы деятели субрегиональных организаций и объединений на пространстве Содружества носило открытый характер, а их цели и практическая деятельность лежали в общем русле развития Содружества независимых государств. Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве независимых государств. Президент Казахстана Касынджо Мартукаев на заседании Совета глав государств СНГ 15 октября 2021 года напомнил, что историческая декларация о создании СНГ была принята на встрече в Алма-Ате в декабре 1991 года. По его словам, сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народными. Также глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативная правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений. В частности, президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленности кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами. Республика Казахстан и Российская Федерация являются территориально-экономическими самыми большими странами СНГ. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией были установлены 22 октября 1992 года. История отношений базовые российско-казахстанские документы, договор о дружбе, содружестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года. Казахстан входит в главные российские международные проекты, в ОДКБ, оборонительный союз, а также в Евразийский экономический союз, что значительно упрощает перемещение капиталов между странами, торговлю и в целом перемещение граждан. Между странами фактически нет границ. Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры. Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства Казахстана и России играют регулярные встречи и переговоры глав государств. Двухсторонний политический диалог носит насыщенный многоуровневый характер. По состоянию на октябрь 2023 года состоялось 10 встреч на уровне глав государств и правительств, включая три визита президента Республики Казахстана в Российскую Федерацию. Касым Жумар-Токаев 8-9 мая 2023 года принял участие на торжественных мероприятиях в Москве и Ржеве, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Чечной войне. Торговно-экономические отношения между странами отличаются высоким уровнем всестороннего партнерства. При этом особенно активный масштабный характер носит взаимодействие в топливно-энергетическом и горно-металлургическом комплексах, сельском хозяйстве, сферах транспорта и связи, автомобилестроением, машиностроением, обрабатывающей химической и аэрокосмической промышленности. Таким образом, отношения между Казахстаном и Россией можно характеризовать тесным и взаимовыгодным сотрудничеством. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь были установлены 16 сентября 1992 года. Между странами установлено стратегическое партнерство, в рамках которого развивается многоплановое сотрудничество во всех сферах, в атмосфере взаимопонимания и доверия. Позиции двух государств близки и схожи по большинству проблем региональной и международной политики. Это подкрепляется позитивной динамикой контактов как в двухстороннем, так и в многосторонних форматах. Эффективную реализацию казахстанско-белорусских отношений обеспечивают следующие механизмы сотрудничества. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, деловой совет Республики Казахстан и Беларусь, группа сотрудничества между парламентом Республики Казахстан и парламентом Республики Беларусь. По военному и техническому сотрудничеству группа сотрудничества между министерствами сельскохозяйства Республики Казахстан и Республики Беларусь, Рабочая комиссия по координации деятельности научно-образовательства, концерт СУМА, высшие учебные заведения и научно-исследовательских институтов Республики Казахстан и Республики Беларусь. За три квартала до 2022 года объем белорусских инвестиций в Казахстан увеличился на 50% и составил 61 миллион долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 39 миллионов долларов. Среди привлекательных отраслей для инвестиционного сотрудничества являются машиностроение, розничная торговля, финансовый сектор и другие отрасля. Ными площадками, на которых рассматривается вопрос двухтороннего сотрудничества, является Межправительственная Казахстанско-Белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и Деловой совет. 8 июня 2022 года в городе Астана было проведено третье заседание Делового совета между Внешней торговой палатой Казахстана и Белорусской торгово-промышленной палатой. Договорно-правовая база Казахстана-Белорусского сотрудничества насчитывает более 80 договоров и соглашений в различных областях. Одной из приоритетных стратегических задач внешней политики Республики Казахстан является создание интеграционных структур в Центральной Азии в сочетании с углублением двустороннего сотрудничества с государствами региона. 15 октября 1992 года установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Кыргызстан. 30 апреля 1994 года три саверина государства Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали договор о создании единого экономического пространства, который заложил правовой фундамент экономического сотрудничества в Центральной Азии. 2-3 марта 2021 года состоялся государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан. Наша республика является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана. Казахстан стал вторым по величине торговым партнером Кыргызстана среди стран-членов ЕС. В 2022 году после Российской Федерации в настоящее время правительства двух стран ведут работу по реализации договоренности глав государств об увеличении объема товара оборота до 2 миллиардов. Товарооборот за 2022 год составил более 1 миллиарда долларов, то есть на 7,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Кыргызстан вырос на 10,4% и составляет 745 миллионов долларов. Импорт в Казахстан из Кыргызстана вырос на 2,1% и составил 383 миллиона долларов. Между Казахстаном и Кыргызстаном осуществляется прямое регулирование авиасообщений в соответствии с соглашением между правительствами Республики Казахстан и правительством Кыргызстана о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 18 февраля 1994 года. В настоящее время сторонами прорабатывается проект строительства автодороги Алматы и Сыкуль. В рамках реализации данного проекта стороны выходят на этап подготовки к подписанию соглашения между правительствами РК и Кыргызстаном и Азиатским банком развития. В Казахстан и Кыргызстан плодотворно взаимодействуют в сфере водохозяйственных отношений между странами. На постоянной основе функционирует соответствующая водохозяйственная комиссия. За 30 лет дипломатических отношений создана прочная договорно-правовая база, способствующая дальнейшему укреплению союзничных отношений по широкому спектру двухстороннего сотрудничества. Всего подписано 150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров. Узбекский вектор остается одним из основных приоритетов внешней политики Республики Казахстан. Ключевую роль в поступательном развитии казахстанско-узбекских взаимоотношений играет регулярный диалог глав государств. 5 и 6 декабря 2021 года состоялся государственный визит президента Республики Узбекистан Шавхата Мерзиева в Казахстан. Помимо официальных и государственных визитов, главы государств регулярно встречаются в рамках многосторонних форматов. Такие организации, как СНГ, ОТГ, СВМДА и ШОС. Республика Узбекистан занимает особое место для Республики Казахстан, является надежным союзником и важным стратегическим партнером. Сегодня в Узбекистане действуют свыше 1400 казахстанских предприятий, а в Казахстане более 1400 предприятий с узбекским капиталом. Сфера транспортной коммуникации – одно из приоритетных направлений в развитии узбекско-казахстанского партнерства. Взаимоинтегрированные автомобильные и железные дороги наших стран. Эта важная коммуникационная сеть также выполняет транзитную функцию для третьих государств. Среди перспективных проектов в данной сфере следует отметить строительство нового коридора на участке Учкудук-Казаларда. Другими точками роста двухтороннего торгово-экономического взаимодействия в различных отраслях экономики являются инвестиции, промышленная кооперация, взаимодействие в сфере аграрной промышленности, энергетики, фармацевтики и строительства. А также культурно-гуманитарное сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном осуществляется на базе межправительственного соглашения об углублении сотрудничества в области культуры, здравоохранения, науки, образования, туризма и спорта от 10 января 1994 года. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии АСИАН. Региональная межправительственная организация АСИАН включает в себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Вьетнам, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Вопрос в участии Республики Казахстан в рамках регионального формы АСИАН, представляющий собой основной неформальный инструмент по сохранению мира на пространстве АТР, а также представляющий собой механизм многостороннего политического диалога. Кроме того, в разделе рассматривается участие Казахстана в рамках архитектуры нового шелкового пути и ЕАЭС, а также проблемы и перспективы взаимодействия Республики Казахстан и АСИАН. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии образована 8 августа 1967 года в Бангкоге. Переначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Позднее присоединился Бруней, Вьетнам, Лаос и Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеет Папуа, Новая Гвинея и Восточный Тимур. В настоящее время рассматриваются вопросы принятия Восточного Тимура в полноправные члены ассоциации. Создана соответствующая рабочая комиссия. Высший орган АСИАН встретил глав государств и правительств саммиты, которые проводятся дважды в год, как правило весной и осенью. Текущее руководство деятельностью ассоциации является Коррадиционный Совет АСИАН. В составе министров иностранных дел на регулярной основе созывается встреча профильных министров и старших должностных лиц по конкретным направлениям взаимодействия. В целях улучшения взаимодействия на базе Тимура Тимура Ассоциации создан комитет постоянных представителей при АСИАН, в которой каждое государство десятки назначило своего постпреда в ранге посла. В экономической сфере страны ассоциации проводят линию на углубление внутренней интеграции и торговую либерализацию. На базе подписанного в 1992 году и вступившего в силу 1 января 2002 года соглашение о создании зоны свободной торговли АСИАН. Рамочное соглашение о зоне инвестиций АСИАН и схемы промышленного сотрудничества АСИАН одновременно идет по пути либерализации торговли с ведущими вне региональными партнерами. По состоянию на коне 2011 года Ассоциация подписала соглашение о свободной торговле с Китаем, Японией, Республикой Кореей, Индией, а также с Австралией и Новой Зеландией. К 2024 году планируется создание зоны свободной торговли АСИАН Китай, Республикой Корея и Япония. В последние годы в числе приоритетов экономической повестки для Ассоциации активно осуждаются вопросы энергетической и продовольственной безопасности. В ноябре 2011 года подписана декларация о всеобъемлющем партнерстве АСИАН-ООН. Принято решение о проведении ежегодных встреч в рамках организации. На разовой основе организовались саммиты Ассоциации с Австралией, Новой Зеландией и Европейским Союзом. Сегодня АСИАН с ее населением, приближающим к 600 миллионам человек, совокупностью ВВП в 1,5 триллиона долларов США, в нижний торговым оборотом в 2 триллиона долларов США и стабильными темпами экономического роста является одной из крупнейших региональных организаций мира. Авторитет Ассоциации государств Юго-Восточной Азии дает основание утверждать, что участие нашей республики в работе данной организации позволяет Казахстану принимать непосредственное участие в интеграционных процессах, а также в политическом, экономическом и культурном взаимодействиях со странами всего региона. Статус участника АРФА представил казахстанские дипломатии дополнительную площадку для неформальных консультаций с главами внешнеполитических ведомств азиатских стран, с которым у нас фактически отсутствуют иные механизмы двухстороннего диалога. Например, Бангладеш, Камбоджа, Лаос и Новой Зеландии. Немаловажно также, что работа АРФА освещается ведущими мировыми информационными агентствами и национальными СМИ, что положительно сказывается на международном имидже республики Казахстан. На современном этапе отношения республики Казахстан со странами Среднего и Ближнего Востока обладают мощным политическим, деловым и интеллектуальным потенциалом. В международной системе наркобаланса страны этого региона занимают особое место, что позволило им создать крупнейшие финансовые и экономические центры, оказывающие на геополитическую ростановку сил в современном мире и значительное влияние. Отношения Ирана и Казахстана всегда носили добрый характер. Что касается политической стороны, они находятся на самом высоком уровне. Я уверен, что ваш визит придаст импульс развитию торгово-экономических отношений наших стран. Несомненно, нам нужно активизировать частный сектор, чтобы компании активно вовлекались в процесс взаимодействия. Приглашаем казахстанские компании принять активное участие в развитии нашего партнерства. В этом году в Тегеране планируется первое заседание казахстанско-иранской рабочей группы по сельскому хозяйству. Также для усиления работы торгового направления будет назначен специальный торговый представитель Казахстана в Иране. Уверен, что по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала мы сможем довести показатель товарооборота до 3 миллиардов долларов. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт, логистика. Афганистан. Официальное название под управлением движения «Талибан» с 2021 года. Исландский Эмират, Афганистан. В 1993 году открыто посольство Афганистана в Республике Казахстан. В городе Алматы также функционирует Генеральное консульство Афганистана. В 2002 году открыта дипломатическая миссия в Республике Казахстан в Афганистане. Делегация во главе с Сериком Шумангариным прибыла в Кабу. Встречает местная администрация. Это вот гуманитарный груз мы привезли. Вам остальные вещи в самолете – это медикаменты. Сначала вице-премьер уточнил формат общения. Переводить будете, да? Да. А затем выступил с заявлением. По поручению президента Казахстана Касамжамар Кемельевича Такаева мы привезли большой гуманитарный груз. Он сейчас разгрузился на станции Голоба. Это более 5000 тонн продуктов питания народу Афганистана. От народа Казахстана. Это молочные консервы, растительное масло, мука, крупы. Всего 81 вагон. Делегация рассаживается по машинам. Принимающей стороне было важно обеспечить максимальную безопасность гостей, учитывая страну пребывания. Двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года составил почти миллиард долларов. Это в два раза выше в сравнении с прошлым годом. Во взаимной торговле двух стран преобладает казахстанский экспорт – 979 миллионов долларов. Интерес Казахстана также вызывают здешние полезные ископаемые, среди которых драгоценные камни, медь, золото, железо, свинец, сера и цинк. Всего в Афганистане более 1400 месторождений, и Казахстан мог бы принять участие в их освоении. С нами приехали компании-недропользователи. Объявим о своем интересе к изучению и георазведке в Афганистане. Также наша делегация анонсировала открытие торгового дома Казахстана в афганском городе Герати. Он призван наращивать торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Мы договорились обменяться номенклатурами продукции, которую готовы афганские бизнесмены поставлять в Казахстан и казахстанские бизнесмены поставлять в Афганистан. Так было и на первом саммите Центральная Азия-Индия. Несмотря на наши политические взгляды и личные убеждения, мы, тем не менее, не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и угрозой гуманитарного кризиса. Убежден, безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей и устойчивого развития стран Азии. Встреча с дипкорпусом закончилась, но отпускать казахстанскую делегацию принимающая сторона не хотела и даже пригласила на ОЗАШАР. У нас жесткий график. Так, конечно, можно было остаться, но в следующий раз обязательно остаться. В завершении визита делегация из Казахстана встретилась с исполняющим обязанностей вице-премьера Афганистана Абдулом Гани Бородаром. Серик Жумангарем вручил ему сертификат о доставке Казахстанам бум-помощи. Бородар поблагодарил руководство Казахстана за постоянно оказываемую поддержку. Своим видением будущего Афганистана Касымжом Артокаев поделился, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Казахстан хотел бы видеть будущее Афганистан по-настоящему независимым, нейтральным, единым, процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами. Потому мы поддерживаем сложный процесс формирования государственности в этой стране, в том числе оказывая жизненно важную гуманитарную помощь. Отношения Казахстана с мусульманским миром являются одним из ключевых звеньев в процессе реализации внешнеполитического курса нашей страны. Этот факт объясняется прежде всего проявляющейся близостью и общностью культур, основанных на идентичных и взаимосвязанных духовных и религиозных установках. Сотрудничество с исламским миром позволяет Казахстану, являющимся государством преимуществ с мусульманским населением, более четко самоиндентифицировать себя на мировой арене. С момента обретения независимости руководства Республики Казахстан делал курс на установление всеобъемлющих и масштабных связей с мусульманским сообществом, став полноправной составной частью исламского мира. Взаимоотношения с мусульманскими государствами, как показывает практика, продолжают быстро развиваться и крепнуть во всех областях сотрудничества, что позволяет судить о значительном потенциале дальнейшей кооперации. На данный момент Казахстан полноправно и эффективно действует в рамках важнейших объединений исламских государств. В первую очередь в организации «Исламская конференция», «Исламский банк развития», «Всемирной исламской лиги» и ряде других организаций. Если более подробно сказать об Организации Исламского Сотрудничества, сокращенно ОИС, основана эта данная организация 25 сентября 1969 года на конференции глав мусульманским государством в Рабаде. Является самой крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организацией. В настоящее время объединяет 57 стран с населением около полтора миллиарда человек. Основными принципами ОИС являются полное равенство, уважение права каждого народа на самоопределение, невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета независимости и целости территорий и государств, решение спорных вопросов между государственными членами ОИС мирным путем через переговоры, неприменение силы и угрозы ее применения против целостности территории и государств членов ровно как против политической независимости. Республика Казахстан стала полноправным членом организации в 1995 году. 28 июня 2011 года в Астане прошла 38-я сессия Совета Министров иностранных дел Организации Исламской Конференции ОИК. С этого момента Казахстан приступил к председательству ВТР Международной Организации. Данную встречу можно назвать исторической, поскольку на ней было принято решение о перевиновании ОИК в Организацию Исламовского Сотрудничества. Была учреждена постоянная комиссия по правам человека. Впервые был принят план действий ОИС на сотрудничество с Центральной Азией. ОИС продолжает последовательно поддерживать казахстанские инициативы на международной арене и вновь свой вклад на успешную реализацию. В частности, инициативы по созыву совещаний по взаимодействию мерам доверия в Азии и съезда лидеров мировых традиций и религий. На ходе свое отражение в ежегодных документах организации, ОИС признает важную координацию роли Республики Казахстан в области продвижения межцивилизационного и межрелигиозного диалога, где Казахстан служит мостом обращения по линии Востока-Запад. Важным аспектом взаимодействия следует признать развитие сотрудничества с финансовыми структурами ОИС, в особенности с Исламским банком развития, являющимся одним из наиболее крупных инвесторов в мусульманском мире. Общий инвесторационный портфель ИБР в Казахстане составляет порядка более 700 миллионов долларов. ОИС продерживает создание специальной программы ОИС по Центральной Азии. Данный проект предусматривает поддержку и взаимодействие со стороны организаций в стермулировании торговых операций, инвестиций, осуществлении промышленных проектов, представляющих взаимный интерес как для Центральной Азии, так и для всех стран мусульманского общества. 25 декабря 1991 года Соединенные Штаты Америки признали государственную суверенитет в Республике Казахстан. Соединенные Штаты были первой страной, открывшей в январе 1992 года свое посольство в Казахстане в городе Алматы, а затем перенесли ее в Астану в 2006 году. Между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки установлено расширенное стратегическое партнерство, характеризующее многопланным взаимодействием по всему спектру двухсторонних отношений. За годы, прошедшие с момента обретения Казахстана независимости, две страны наладили прочные и широкомасштабные двусторонние отношения, которые с 2018 года совместно именуются расширением стратегических партнерств. Американо-казахстанское сотрудничество в области безопасности и ядерного нераспространения является краеугольным камнем этих отношений, о чем свидетельствует участие Казахстана в саммитах по ядерной безопасности в Вашингтоне. В 2010 году Казахстан впервые продемонстрировал свое глобальное лидерство в области ядерного нераспространения, когда в 1993 году отказался от своего унаследованного СССР ядерного оружия и закрылся в Палатинский полигон. Затем США оказали помощь Республике Казахстан, помощь в удалении из страны ядерных боеголовок, оружейных материалов и поддерживших их инфраструктуру. В 1994 году Казахстан передал Соединенным Штатам более полутонны оружейного урана. В 1995 году Казахстан вывез свои последние ядерные боеголовки и при содействии США завершил в мае 2021 года герметизацию 181 туннеля для ядерных испытаний на СИП. Казахстан и Соединенные Штаты также взаимодействуют в рамках многих международных организаций. Казахстан является членом Организации Объединенных Наций ООН, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе ОМСЕ и Совета Евроатлантического Партнерства. Казахстан является непостоянным членом Совета Безопасности ООН с 2017-2018 года и председательством ОБСЕ в 2010 году. Он является активным участником программы Организации Североатлантического Наговора НАТО. Казахстан учредил совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии. Также Наша Республика является членом Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской Организации в Сотрудничеству с ШОС. Также Казахстан подписал конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящемся под угрозой исчезновения СИТЭС. 17-20 сентября 2022 года президент Республики Казахстан Касыма Жумар Токаев принял участие на 77-й сессии Генеральной Ассаблеи ООН в городе Нью-Йорк, в рамках которой провел ряд встреч с капитанами американских финансовых энергетических аграрных компаний, а также с представителями политического и экспертного сообщества. Торговое экономическое сотрудничество традиционно является одним из приоритетных направлений развития отношений между Казахстаном и США. США остаются вторым крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. Среди наиболее привлекательных отраслей для инвестиционного сотрудничества финансовый сектор, энергетика, розничная торговля, машиностроение, горнодобывающая отрасль, транспорт, связь, фармацевтика и недвижимость. Научно-техническое и образовательное сотрудничество между Республикой Казахстан и США развивается в положительном ключе. Ведется работа по расширению образовательных программ, привлечению инвестиций в образовательные проекты, а также обмену опыта между казахстанскими и ведущими американскими вузами. Договорно-правовая база, способствующая дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства по широкому спектру отношений. Всего подписано более 100 межгосударственных и межправительственных наговоров. Страны Латинской Америки рассматривают Республику Казахстан в качестве регионального лидера и хаба для продолжения своих интересов. С населением более 425 млн человек и ВВП превышает показатель 3,5 трлн долларов. Южная Америка является одним из наиболее быстро растущих и перспективных регионов, обладающих громадным природно-ресурсным потенциалом, нефтью, газом, полезными ископаемыми и огромными запасами пресной воды. 22 мая 2014 года министр иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Идрисов провел первую совместную встречу с послами в латиноамериканских стран Бразилии, Кубы, Мексики, Гватемалы, Боливии, Доминиканской Республики, Гондураса и так далее. А также представителям Колумбии и Аргентины сообщает пресс-служба МИД РК. Основными вопросами на повестке были укрепление взаимодействия Казахстана со странами Латинской Америки и продвижение кандидатуры Республики Казахстана в непосредственные члены Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годах. Казахстан уделяет особое внимание облегчению визового режима для своих граждан и призывал страны Латинской Америки начать совместную работу в данном направлении. Это должно открыть путь к укреплению контактов между народами наших стран и укреплению торгово-экономических связей. В этой связи посол Доминиканской Республики сообщил, что его страна в одностороннем порядке ввела визвижевый режим для Казахстана и прорабатывает возможность запуска в конце 2015 года чартерного рейса из Алматы и знаменитый курорт Пуан-Токана. Кроме того, в настоящее время граждане Республики Казахстан могут посетить Эквадор и Колумбию без необходимости оформления виз. Федеративная Республика Бразилия признала независимость Республики Казахстан 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между Казахстаном и Бразилией установлены 22 сентября 1993 года. В августе 2006 года в Астане состоялось открытие посольства Бразилии, а в октябре 2012 года в Бразилии состоялось открытие посольства Казахстана. Казахстанско-бразильское сотрудничество определяется договоренностями, достигнутыми по итогам состоявшихся в 2007 году и 2009 году двухсторонних государственных визитов на высшем уровне, прошедшем в 2013 году и в 2018 году визитов министров иностранных дел. Успекшенно функционируют механизмы межмидовых политических консультаций, развивается межпарламентское взаимодействие. Поступательно развивается сотрудничество между Казахстаном и Бразилией в многостороннем формате. Страны оказывали обоюдную поддержку кандидатур в Совет ООН по правам человека на 2012-2015 годы. Казахстан поддерживала кандидатуру Бразилии в Совет ООН по правам человека на 2017-2019 годы, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, Комиссию кодекс Алиминус, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, Международный суд ООН, Исполнительный комитет Интерпол. Бразилия поддерживала кандидатуру Казахстана в межправительственное комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня договорно-правовая база казахстанско-бразильского сотрудничества основывается на межгосударственных и межправительственных договорах, а также 13 межведомственных документах в различных областях. Бразилия является крупнейшим торговым партнером Казахстана в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Двухсторонний товарооборот в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 году на 95% и достиг 169 млн. долларов. В структуре казахстанского экспорта преобладают серов и расплавы изделий из черных металлов и уран. Бразильский импорт состоит в основном из самолетов, тростникового сахара, табачного сырья, фруктовых соков и кофе. Серьезный потенциал сотрудничества имеется в сфере сельского хозяйства. В сентябре 2018 года состоялся визит в Бразилию делегация Министерства сельского хозяйства Казахстана во главе с вице-министром, в ходе которого стояли встречи с министром сельского хозяйства Бразилии. В феврале 2019 года состоял дистанционное подписание меморандума о взаимопонимании между Казахстанским игранным научно-образовательным центром и Бразильской сельскохозяйственной кооперацией. Европейский союз – это уникальное партнерство 27 европейских стран, известных как государство-члены из страны ЕС. Вместе они занимают большую часть европейского континента. В ЕС проживают около 447 миллионов человек, что составляет около 6% населения Земли. Европейский союз был создан мастряским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года. На основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию. 2 февраля 1993 года установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Европейским союзом. Европейский парламент является одним из семи институтов Евросоюза. Первоначально был создан в 1952 году как общая ассамблея Европейского объединения угля и стали. Сейчас является законодательным и председательным органом Европейского союза напрямую избирательными гражданами государств-членов Европейского союза. Европейский союз является основным торговым и инвестиционным партнером Республики Казахстан. На долю ЕС приходится около половины казахстанской внешней торговли и накопленных иностранных инвестиций. Товарооборот на январь-ноябрь 2023 года составил 37 миллиардов долларов. Экспорт составил 28 миллиардов долларов. Импорт – 6 миллиардов долларов. Основными товарами экспорта из Республики Казахстан в страны ЕС являются нефть сырая, нефтепродукты, уран, водород, газы, инертные и прочие металлы, фиросплавы, семена льна, титан и изделия из него, волокна, хлопковые, нечесонные, медь, катоды из меди, природный гарс. Основными товарами импорта в Республику Казахстан и страны ЕС являются лекарственные средства, расфасованные для различной продажи, арматуры для трубопровода, вышеперечисленные машины, трубы и профили бесшовные из черных металлов, машины, посудомоечное оборудование для заполнения и закупорки, емкость и управка товаров, изделия из черных металлов, прочие товары, а также вакцины, сыротки из крови, кровь, кузова для автомобилей. Важную роль в укуплении торгово-экономических отношений играют встречи по экономическим и деловым вопросам с участием премьер-министра Республики Казахстан и послов Европейского Союза в Астане. Проведено на сегодняшний день 11 заседаний. Каждый год проводятся заседания Комитета парламентского сотрудничества Республики Казахстан и Европейского Союза с участием депутатов Парламента Республики Казахстан и членов делегаций Европейского парламента по связям с Центральной Азией и Монголией. 7 ноября 2022 года подписан меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости возобновленного водорода. Документ был подписан премьер-министром Республики Казахстан и президентом Европейской комиссии на полях саммита мировых лидеров глобальной конференции по изменению климата. Торговые и экономические связи регулярно обсуждаются в рамках ежегодного заседания Совета по сотрудничеству между ЕС и Казахстаном, где подчеркивается их решающая роль в партнерстве. Технические обсуждения по вопросам торговли, инвестиций и таможни также регулярно проводятся в заседании Комитета по сотрудничеству Совету сотрудничества в торговой конфигурации и подкомитета по таможенному сотрудничеству в Брюсселе и Астане. В июне 2019 года запущена платформа диалога высокого уровня по вопросам экономики и бизнеса ЕС и Казахстана, которая обеспечивает регулярный и прямой диалог между правительством Казахстана и компаниями Европейского Союза и главами дипломатических миссий стран-членов Европейского Союза. Стороны обсуждают вопросы, представляющие общий интерес для европейского и казахстанского бизнеса, включающие сотрудничество по сокращению технических барьеров в торговле, в частности в агропищевом секторе, налоговое законодательство. Прибалтика и страны Балтии – геополитический термин, охватывающий Эстонию, Латвию и Литву. Все три страны являются членами НАТО, Европейского Союза и Еврозоны. Традиционно Скандинавия, включая в себя три страны – это Данию, Норвегию и Швецию. В некоторых эстонщиках Исландию, исторически тесно связанную с Норвегией и Данией, также рассматривают в составе Скандинавии. Казахстан, признан одной из ведущих стран мира, не приводит многовекторную политику, отличающую интересы многостороннего сотрудничества. Наша республика является ответственным субъектом. Таким названием, как факт Молотова-Риббентропа. В республике Казахстан всесторонне, учитывая такие факторы, как соседство с мировыми державами России и Китая, и глобальную роль Соединенных Штатов Америки, а также геополитическую особенную страну, как расположение Астыки, Европы и Азии, которая предопределила ее многовекторность. Европейский Союз всегда занимал особое место во внешней политике республики Казахстан. На европейском направлении были созданы позитивные предпосылки для сотрудничества и инвестиций в экономику Казахстана. Актуальность данной темы заключается в необходимости исследовать определенные аспекты сотрудничества. Казахстан и страны Скандинавии сотрудничают плодотворно с 1995 года. За это время обе стороны проделывали колоссальную работу по сближению своих позиций по вопросам не только своих отношений, но и международного значения. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что Казахстан является страной с рыночной экономикой, которая привлекла к прямой инвестиции. Международный опыт показывает, что многие государства прошли путь привлечения иностранных инвестиций. 27 мая 1992 года установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Эстонской Республикой. В июле 1995 года открыто посольство Республики Казахстан в Литовской Республике, Латвийской Республике и Эстонской Республике по совместительству. В июне 2011 года посольство Эстонской Республики открыто в Казахстане. 4 июня 2021 года в онлайн-формате состояло заседание членов группы Верхпарламентского сотрудничества Можилиса Парламента Республики Казахстан и Риги Коко Эстонии. Руководителем группы по сотрудничеству с Эстонией и в Можилисе Парламента Республики Казахстан являлся член комиссии по законодательству и судебно-правовой реформе Бигжанов. Руководителем парламентской группы Дружбы с Казахстаном и Эстонской Риги Коко является председатель комиссии по вопросам культуры и образования МУС. Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформе Республики Казахстан, двусторонний товарооборот между Казахстаном и Эстонией за 2023 год зафиксирован на уровне 157 миллионов долларов США. В 2022 году данный показатель составил 121 миллион долларов. По состоянию на 1 января 2022 года в Республике Казахстан зафиксировано 74 предприятия с участием эстонского капитала, занимающихся экспортно-импортными операциями, строительством, транспортно-логическими услугами, оказанием посреднических услуг, производством мебели и продуктов питания. В соответствии с соглашением об экономическом, научном и технологическом сотрудничестве, функционирует Казахстанская и Эстонская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Субпредседателем казахстанской части МПК является министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Мусин. С эстонской стороны министр экономики и инфраструктуры ЭАС. В ноябре 2022 года в городе Астане и Запад Казахстанскую область посетила делегация эстонских предпринимателей, представляющих сферы зеленой экономики, сельского хозяйства, строительства и коммуникаций. В рамках визита обсуждались вопросы сотрудничества Казахстана и Эстонии в сферах зеленой технологии, рыбного производства и утилизации бытовых отходов. 26 мая 2011 года посольство Казахстана в Эстонии и посольство Эстонии в Казахстане внешняя политика Республики Казахстан остается последовательной и ответственной. С момента обретения независимости страна во главе с первым президентом Насултаном Назарбаевым стала одним из уважаемых субъектов международного права с его многовекторной политикой. Эту же внешнюю политику с упором на прагматизм продолжил президент Казахстана Касым Жомартакаев. Председательство Республики Казахстан в международных организациях заполнилось мировому сообществу и его важным глобальными инициативами. Во-первых, она была первым государством Центральной Азии, избранным в Совет Безопасности и Организации Объединенных Наций. Во-вторых, республика самым активным образом продвигала интересы международной и региональной безопасности, развитию экономической и торговой дипломатии. При этом всегда исходила из реальных факторов, общемировых вызовов и угроз. Было проведено важное специальное мероприятие высокого уровня по запуску проекта Кодекса проведения по достижению свободного от терроризма. Цель достижения к 2045 году мира свободного от терроризма и создания широкой международной коалиции стран-партнеров. Необходимо отметить, что благодаря инициативам Казахстана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, всеобщей декларации построения мира свободного от ядерного оружия, глава государства призывал международное сообщество сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в 21 веке. Слишком стали реальными угрозами применения ядерного оружия, возможности попадания в руки террористов, если еще и учесть факторы противостояния держав, обладающих ядерным оружием. Но стало важным и то, что такие государства, как Северная Корея, поддержали всеобщую декларацию. Понятные всем универсальные принципы и обязательства по ядерному разоружению должны были стать мостом между подходами на будущее устройство безопасности всего мира. Был признан вклад Республики Казахстан в глобальный процесс ядерного разоружения, укрепления мира и международной безопасности, свидетельством твердой приверженности достижению мира свободного от ядерного оружия. Что касается региональной и национальной безопасности, то самым важными стали университетские дебаты СБООН на тему построения регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости, безопасности и развития, организованной Республикой Казахстан. По итогам заседания было принято заявление, которое подчеркало важность развития регионального международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития в Афганистане и Центральной Азии, необходимых совместных усилий страны региона по расширению зоны мира, сотрудничества и процветания. Эти вопросы экономического и торгового сотрудничества, развития экономики региона, транспорта, логистических и гуманитарных связей. В стабильности региона, в развитии заинтересованы все участники страны Центральной Азии, Афганистан, Россия, Китай, США, страны ЕС и также другие страны. Никому не нужна нестабильность в этом регионе, важно развитие экономики, торговли, инвестиций и многое другое, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве и равноправном партнерстве. Казахстан в этом отношении подает пример. Ее внешняя политика, многосоронняя дипломатия, совместное решение всех возникающих вопросов перед государствами, стоящими перед общемировыми вызовами и угрозами. В мире идут войны на религиозную и межэтническую почву. В Казахстане регулярно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий, дискуссионные площадки, позволяющие вести межэтнические и межконституциональные диалоги, что важно в исключительно конструктивном формате. Глобальные инициативы Казахстана по вопросам обеспечения региональной и национальной безопасности, борьбы с угрозами терроризма, наркоторговли и также преступностью, развитие экономической и торговой дипломатии, гуманитарной связи, интеграционные вопросы стали уже признанными мировым сообществом. Это и инициатива международной арены, в том числе инициатива сферы европейского экономического интеграции, регионально-экономическое и политическое лидерство. Казахстан является членом одним из ведущих международных организаций ООН, ОБСЕ, ОИС, ШОС, СНГ, Евразес, ТЭС, ЭЭП, ОДКБ и другие международные объединения. В 2022 году Казахстан попал в число 50 ведущих стран мира по объемам привлеченных чистых инвестит и достигнут в общую сумму в 6 миллиардов долларов. Этот показатель несоменно свидетельствует о привлекательности страны для мировых инвесторов. Однако, несмотря на положительную динамику, важным вызовом остается обеспечение сбалансированного развития всех регионов страны. По итогу 2022 года Астана и Алматы, а также Атараусскую область, сохранили лидирующие позиции в привлечении инвестиций в страну, что объясняется не только глобальным трендом переселения в крупные города, но и урбанизации, которая стала двигателем, концентрации капиталов, труда, знаний и, конечно же, инвестиций в точках роста. В этом констекте особенно стоит выделить Шумкен, который недавно вошел в число городов с высокой инвестиционной привлекательностью. Если в случае мегаполисов инвестиционная привлекательность поддерживается естественной интеграционной городов-миллионников, то кейсы Атараусской области и Ахмолинской области указывают на преобладающий интерес инвесторов к работе с сырьевыми базами и добывающей средой. Подобные инвестиционные потоки напрямую связаны с количеством экспорта в этих регионах. Следует отметить, что интерес инвесторов в значительной степени связан с природными ресурсами регионов. Экспортные портфели областей страны составляют значительную часть от общего объема экспорта на мировые рынки. Так, северные регионы специализируются на сельском хозяйстве, в то время как Атарауа, Мангостауа и Западный Казахстан ориентируются на добычу минералов, включая сырую нефть. Каспийский регион и индустриальный пояс страны также имеют свои уникальные экспортные характеристики. Таким образом, условно Казахстан можно поделить на четыре экспортные области. Северный, Южный и Каспийский регион. И так называемый индустриальный пояс страны, что дает прочную базу для кластерного подхода к дальнейшему привлечению инвестиций в регионы, что обеспечивает сбалансированный экономический рост. Наши республики активно используют инструменты, такие как специальные экономические и индустриальные зоны. Эти зоны являются эффективными механизмами для привлечения инвестиций, технологического трансфера и создания рабочих мест. Сегодня на территории функционируют 14 и 35 из за все время их существования запущено более 300 проектов и создание 1000 рабочих мест. Правительство продолжает отдавать приоритеты развитию индустриальных и аграрных регионов, имеющие не только сырьевую базу, но и энергетические мощности, такие как логистическую инфраструктуру и логистику транспорта. Казахстан является новым стратегическим местом на перекрестке Европы и Азии. Сюда же входит перифекционный доступ к региональному рынку, более 500 миллионов потребителей к общему рынку Евразийского экономического союза с более 180 миллионов потребителей, эффективная по временам перевозка грузов. Казахстан также играет ключевую роль в реализации инициативы «Пояс и путь» более 310 тысяч километров в общей сложности проходит по территории Казахстана, что делает его важным участником основного суховодного коридора и значительного сокращения времени и стоимости транспортировки. Также в Казахстане большое внимание уделяется всем аспектам благоприятного бизнеса, климата для инвесторов, это снижение административных барьеров и упрощение процедур, улучшение таможенного и налогово-административного контроля. Привлечение эффективного использования иностранных инвестиций является одним из основных направлений взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Республики Казахстан с другими странами. Также наша республика закрепила за собой статус зерновой державы ежегодно, поставляя от 5 до 8 миллионов тонн зерна на рынке более 70 стран, а по экспорту муки на протяжении последних лет Казахстан занимает лидирующие позиции в мире, ежегодно экспортируя до 2,5 миллионов тонн. Мы с вами завершили курс по изучению внешней политики Республики Казахстан. Надеюсь, вам курс данный понравился. Спасибо большое за внимание.